Радио Вера представляет Святой Евсевий жил в IV веке. Он был епископом сирийского города Самосаты в то время, когда в церкви распространялась ересь Ария. Когда антиохийскую кафедру возглавил православный архиепископ Милетий, ариане попытались его сместить. Акт об избрании хранился у епископа Евсевия, и ариане требовали, чтобы он отдал документ. Разгневанный император Констанций Арианин заявил, что если Евсевий не отдаст акт, то ему отсекут правую руку. Святой Евсевий в ответ протянул обе руки со словами «Отсеките, но акта собора, в котором обличается злоба и беззаконие Ариан, я не отдам». Во время правления Юлиан-отступника наступило еще более трудное время. Православных стали преследовать также и язычники. Святитель Евсевий, скрывая свой сан в одежде воина, прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину. Он поставлял в пустующей церкви священников и диаконов, рукополагал епископов, отвергавших арианскую ересь. После гибели Юлиана-отступника на год гонения прекратились, а потом возобновились с новой силой. Святитель Евсевий был осужден на заточение в Афракию. После изгнания епископ Евсевий возвратился в Самосатый и продолжил труды по церковному благоустроению. Около 380 года женщина-орианка пробила святителю Евсевию голову, сбросив на него черепицу с крыши. Умирая, он, по примеру Спасителя, простил ей вину и просил окружающих не делать ей зла. После смерти священномученика Евсевия Самосатская церковь продолжала твердо исповедовать православную веру, прочно насажденную его трудами. Мученики – основа и фундамент церкви. В память об этом в Русской Православной церкви литургия совершается на особом платье – антиминсе, в которой зашита частица мощей святого или мученика. Это подчеркивает связь церкви земной, сегодняшней, состоящей из живых, и церкви небесной, торжествующей, состоящей из прославленных Богом святых. Сегодня мы вспоминаем священномученика Евсевия Самосатского и просим «Моли Бога о нас!» Святитель Григорий, в миру Георгий, родился в 1765 году в Бухаресте. В Бухарестской академии святого Саввы изучал греческие и латинские языки богословия. Поступил в немецкий монастырь, где преподобный Паисий Величковский постриг его в монашество. Здесь Григорий начал работать над переводом богослужебных книг с греческого на румынский язык. Уже первые его труды были напечатаны в метрополитчий типографии. Осенью 1812 года Григорий совершил паломничество на святую гору Афон. По возвращении вновь занялся переводом и изданием духовной литературы. По просьбе немецких иноков написал и издал также житие святого Паисия Величковского. В 1828 году митрополит Григорий был смещен с кафедры и удалился в город Бузео, где основал типографию и издал несколько сочинений святителя Иоанна Златоуста в переводе на румынский язык. Напечатанные книги митрополит раздаривал священникам и мирянам. По возвращении на кафедру уже престарелый и больной, святитель вновь занялся устроением церковной жизни. Скончался святитель в Бухаресте в июне 1834 года. В 2005 году прославлен румынской церковью в лике святых. Еще через два года имя святителя было включено в Месяцы слов Русской Православной Церкви. В чине святителей церковь прославляет тех иерархов, которые отличались личной праведностью, подлинно пастырским попечением о верующих, заботой о храмостроительстве, правдолюбием. Мы почитаем святителя Григория Валашского как одного из столпов румынского православия и просим, моли Бога о нас. Британия стала провинцией Римской империи в конце I века после Рождества Христова. Завоеватели принесли местным кельтским племенам римские законы, античную культуру, философию и науку. Вскоре с евангельской вестью на землю бритов прибыли и первые христианские проповедники. Как и в самом Риме, местных христиан преследовали и притесняли. Первым христианским мучеником Британии стал святой Албаний. Он был воином, не исповедовал христианство, но в 305 году спрятал у себя христианского священника. Много времени они проводили за беседой и молитвой, и вскоре Албаний принял крещение. Однажды римские власти обнаружили, где скрывается их жертва. Но Албании не выдался брата по вере. Он переоделся в одежды священника, проследил, чтобы тот мог скрыться, а сам сдался римским солдатам. Римляне не обнаружили подмены и приговорили Албания к смертной казни. Город, в котором пострадал мученик, уже много столетий носит его имя и называется Сент-Олбанс. Здесь возник первый монастырь Британии. С 1928 года в Англии действует Содружество Святого Албания и преподобного Сергия Радонежского. Цель Содружества – поддержка связей между Англиканской церковью и Православной. Духовным руководителем Содружества Святых Албания и Сергия в свое время был митрополит Сурожский Антоний. Православная Церковь – преемница неразделенной церкви первого тысячелетия. Почитание святых, которые ассоциируются у нас с Западом, сродни возвращению в истинную церковь того, что ей принадлежит по праву. Оно открывает еще один пласт христианской жизни, позволяет увидеть православие во вселенском масштабе. Прославляя мученика Албания Британского, мы просим его, моли Бога о нас. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чьи земная жизнь и подвиг были связаны с Псково-Печерским монастырем. Этот праздник вошел в церковный календарь в 1990 году по благословению Патриарха Пимена. В собор Псково-Печерских угодников Божиих входят семь святых. Преподобный Марк был одним из первых старцев, живших в пещерах близ Пскова. После кончины преподобной Вассы чудесное знамение указало на праведность женщины и на святость пещеры, где ее погребли. Преподобный Иона собственноручно ископал там пещерную церковь, с которой начался Псково-Печерский монастырь. Преподобный мученик Корнилий более сорока лет был игуменом обители. При нем монастырь стал культурным центром Псковской земли. Царь Иван Грозный получил ложный донос на Корнилия, в котором тот обвинялся в измене. По монастырскому преданию царь в гневе сам отсек голову Корнилию, но тут же раскаялся и на руках отнес тело в церковь. Тогда же пострадал от несправедливых обвинений сподвижник игумена Корнилия, преподобный мученик Вассиан Муромский. Преподобный Дорофей Юкский, схимник Псково-Печерской обители, основал монастырь на Ярославской земле, а преподобный Лазарь Прозорливый почитается за тяжесть своего монастырского подвига. Господь даровал ему особую духовную мудрость и кротость, а также способность прозревать судьбы человеческие. Все святые Псково-Печерские, молите Бога о нас. Феодор Смирнов Феодор Смирнов родился в 1890 году в московской губернии в семье Псаломщика. Окончил три курса духовной семинарии, стал диаконом, служил в Воскресенской церкви села Рамения, преподавал закон Божий в земских школах ближайших сел. В 1917 году диакон Феодор был переведен в Москву в духо-сошественский храм на Лазаревском кладбище. В 1932 году кладбищенский храм был закрыт, и диакона Феодора перевели в церковь в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марийный рощ. Здесь он прослужил до своего ареста, который произошел в 1937 году. Тройка НКВД приговорила диакона Феодора к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере в городе Лесозаводске Приморского края. Здесь диакона ждал голод, непосильный каторжный труд и нечеловеческие условия содержания. Но мучителям и этого было мало. Против верующих заключенных в концлагере было начато новое дело. 5 июля 1938 года диакон Феодор Смирнов был расстрелян за контрреволюционную деятельность и погребен в общей безвестной могиле. Много лет спустя сын диакона Феодора с большой любовью скажет, что именно благодаря отцу он пронес через все тяготы жизни радость познания Бога. По словам христианского мыслителя Тертулиана, кровь мучеников – это семя христианства. Там, где были гонения, церковь возрастала и укреплялась в духе. Мы верим, что молитвенное заступничество новомучеников российских хранит нашу страну и всех православных христиан. Мы просим священно-мученика Феодора Смирнова, моли Бога о нас. Священно-мученик Гавриил родился в 1885 году в подмосковном селе Архангельское. Сын псаломщика, он тоже стал псаломщиком после окончания духовного училища. В 1915 году был рукоположен в диакона, служил в Петропавловской церкви при Мариинской больнице в Москве. В 1934 году диакон Гавриил был переведен в Преображенский храм на Преображенской площади. Здесь его и застали гонения. 11 декабря 1937 года диакон Гавриил Архангельский был арестован и помещен в Таганскую тюрьму. Ему вменяли в вину распространение слухов о гонении на духовенство в СССР. Тройка НКВД приговорила диакона Гавриила к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. В феврале 1938 года он с этапом заключенных прибыл в город Лесозаводск. Почти сразу же после прибытия в лагерь против него и духовенства, собранного в одном отряде, было начато новое дело. Осведомители донесли в НКВД, что священники поют вслух молитвы и обсуждают церковные праздники. Этого оказалось достаточно, чтобы вынести расстрельный приговор за контрреволюционную деятельность. Еще четыре месяца священники, приговоренные к расстрелу, продолжали ходить на тяжелые работы в ожидании смертного часа. Многие за это время умерли от непосильных нагрузок. Диакон Гавриил Архангельский прошел через все испытания и был расстрелян 5 июля 1938 года. Первых мучеников христиан называли по-гречески «мартирос», то есть «свидетель». Это люди, которые жизнью своей, пролитые кровью, свидетельствовали об истине христианской веры. Русская Православная Церковь в XX веке дала миру сонм новых мучеников. Один из них – священный мученик Гавриил Архангельский. Мы обращаемся к нему со словами молитвы. Моли Бога о нас! Моли Бога о нас!